всем привет вы на канале crypto comments и мы начинаем много тем на сегодня нужно обсудить поэтому переходим сразу к делу проводил опрос у нас в телеграм-канале кстати обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал если вы еще не подписаны сейчас он появится у вас вот здесь и ссылочка есть в описании проводил опрос как bitcoin закроет октябрьскую свечку выше 20000 или ниже 20000 долларов и как вы можете видеть четыре с половиной тысячи голосов ровно 50 на 50 ребята мнение разделились здесь можно прочитать вид в дискуссии в нашем чате собственно реально половину людей настроен по медвежьи половину побычи и то самое смешное в ю тубе тоже проводил такой вопрос посмотрите 3000 голосов и мнение ну тоже практически 50 на 50 47 на 53 все-таки здесь чуть больше медведей чем быков из 3000 голосов тоже немного отчаялись ребята тем временем крипто twitter тоже настроен достаточно разнообразно вот stock money lizards пишут что 5 цикл не за горами и я в принципе с ними согласен по всем индикаторам по всем метрикам пора бы уже собственные начинать потихонечку параболу пора бы начинать параболу вот они здесь видите как рассчитывают по своей какой-то формуле что нас ждет 17 иксов в этом цикле с учетом уменьшения возвратов вот у нас было видите 500 иксов 100 иксов 25 иксов и даже если 10 иксов будет тоже неплохо да но на другой стороне медали у нас вот сразу же следующий твит кевин свэнсон которого мы кстати переводим постоянно на втором канале обязательно подпишитесь на наш второй канал если вы еще не кевин свэнсон показывает нам то что масштабы медвежьего рынка в которой мы можем вступить в случае пробития 200 машки на smp 500 просто шокирующие как вы видите сейчас прямо мы висим на волоске и если мы пробиваемся вниз то это не как корону дамп ребята это может быть очень очень страшно как вы можете видеть вот плюс-минус как он рисует давайте взглянем на графике smp 500 как мы видим с вами уже пробивает июньский low и если это не файкаут и мы сейчас понедельник не развернемся что лично я думаю более вероятно произойдет то но это всего лишь мое мнение но опять же отдаляясь на недельку этот отскок произойдет в любом из двух случаев если мы сейчас разворачиваемся постепенно до выходим в новый бычий рынок и также в том случае если мы проваливаемся вниз камнем я думаю что какой-то микро отскок мы увидим типа вот такого перед продолжением падения но кевин говорит о том что 200 ма на недельке именно не я машка обычная машка не экспоненциальная является ключевым уровнем поддержки бычьего рынка потому что смотрите что было у нас в 2008 году когда мы ее не удержали мы улетели камнем вниз еще на 50 процентов по smp 500 и такое друзья мои может произойти по nasdaq то же самое смотрите когда мы не удерживали 200 ма мы уходили в глубокую рецессию по nasdaq в пузырь даткомов коррекция была еще шестьдесят четыре процента момента этой поддержки понимаете какой зашкал это при том что от нее был сначала отскок обратите внимание до сетки и my ribbon то есть сначала мы от нее отскочили на 32 процента все сказали о ну все бычий рынок продолжается и после этого всех засадили мы улетели вниз еще с вершины отскока до самого низа на 71 процент на упали и плюс минус то же самое было в 2008 году как вы можете видеть тоже мы от этой линии прекрасно отскочили на 22 процента но после этого сложились еще на 50 с вершины отскока и на 41 от этой линии будет ли в этот раз что-то подобное смотрите мы уже видели отскок но он был чуть выше этой линии смотрите мы до нее еще не доходили как вы можете видеть вот здесь соответственно вот сейчас мы до нее дошли будет ли сейчас от нее отскок или мы сразу улетаем пробиваем дно и будет ли это отскок разворотным как обычно происходит в бычьих рынках как например вот здесь и может быть мы не увидим более низких значений во всяком случае пока это будет увидено но что с биткоином спросите вы и сейчас мы к нему перейдем обязательно для начала взглянем на индекс доллара индекс доллара DXY на недельке у нас с вами выглядит абсолютно по быче собственно поэтому все остальные активы и выглядят по медвежьи и по классике на недельке он еще не сделал шпильку то есть мы все еще можем увидеть что-то такое перед коррекцией но если мы приблизимся на дневку то мы с вами уже видим красные свечи но они пока не то чтобы прям такие супер мощные мы таких красных свечей тут видели много но тем не менее это не мешало нам расти наверх на четырехчасовом таймфрейме же мы видим уже более глубокую коррекцию мы видим в принципе барта симпсона или такого котика лисенка но это не важно важно другое что мы такие коррекции тоже видели глубокие вот здесь вот здесь и это тоже не мешало нам продолжать дальше расти и прямо сейчас мы сражаемся с четырехчасовой сеткой aim a ribbon как сопротивлением если мы сейчас от нее отвергнемся пойдем вниз возможно будет рост по биткоину и по индексам но тем не менее что мы видим что у нас уже идет падение с вами индекса доллара он уже сложился почти на 3 процента и при этом мы не видим особого роста по биткоину да мягко говоря смотрите биткоин у нас поджимается к своей нижней границе и сейчас мы о нем поговорим буквально через 30 секунд что еще по индексу доллара на четырехчасовике так это зеленая точка которая может отыграть сейчас отскоком и тогда мы увидим еще более жестокий дамп по крипте тем не менее ребята на стороне быков что мы видим что мы спустились по битку снова в зону где очень большая плотность лимитных заявок посмотрите как вот здесь и вот здесь когда мы были с вами вот здесь на двадцати двух тысячах там особо как вы можете видеть плотности заявок лимитных не было там скорее на продажу много ордеров выставилось тем не менее мы сейчас видим что очень большой интерес покупателя есть вот в этой зоне 18-19 тысяч долларов и прошлый раз мы оттуда очень неплохо выросли как вы можете видеть и это все было грубо говоря некой такой вот первый заходной волной и сейчас у нас abc коррекция мы рисуем двойное дно вполне возможно что это так и мы отсюда начнем подниматься более сильно соответственно гораздо выше вот этого предыдущего локального пика в 25000 я все еще думаю что такой вариант возможен тем более что как мы с вами уже рассмотрели половину людей шортят и довольно таки успешно шортят уже последние полгода причем смотрите кстати пока я это записываю уже 51 процент ждет ниже 49 выше как вы можете видеть я тоже жду выше соответственно много людей шортит и находится сейчас плюсе поэтому почему бы нам на них не проехаться наверх сами понимаете не бывает же такой чтобы бесконечно людям давали зарабатывать на падении как и на росте тем более то крипто рынок ему тут двигаться в любую сторон как бы вообще но проблем это все делают market maker а поэтому ребята ситуация абсолютно двоякая как вы можете видеть мне не разделились и по всем параметрам практически по всем параметрам мы уже находимся на дне или даже под дном как мы можем видеть смотрите мы никогда так долго не находились под 200 недельный скользящий первый раз мы здесь от нее отбились практически сразу второй тоже на коронной дампе ненадолго туда сквизанули и сейчас мы впервые в жизни находимся под ней уже практически четыре месяца и более того мы от тестировали как сопротивление и уходим сейчас вниз bitcoin еще ни разу не видел рецессию и мировой кризис точнее мы не видели как он себя ведет поэтому конечно же все еще может быть что мы увидим первый полноценный полномасштабный медвежий рынок прямо сейчас когда мы опустимся ниже всех ключевых значений и все индикаторы что орут про то что это дно тоже окажутся ошибочными к этому нужно быть готовыми но с другой же стороны даже если мы вдруг в таком медвежьем рынке тем не менее я вам напоминаю что медвежьи рынки не бывают просто одной прямой линии вниз на каждом медвежьем рынке мы видим отскоки обратите внимание и достаточно сильные отскоки как правило они доходят до недельной сетки и м и римм и даже выше нее происходит одни для того чтобы не дать заработать тем кто решил заработать нападение поэтому в любой момент может случиться сильный отскок до сетки и м и римм это сейчас у нас примерно 25-30 тысяч долларов по текущим но если мы сейчас улетим камнем вниз из этого треугольника то соответственно сетка тоже опустится и это будут уже другие ценовые значения примерно 2220 там или даже там же где мы сейчас надо это понимать ребята и быть готовыми ко всему вот так что что тут скажешь нихрена не понятно скажу вам честно по здравому смыслу пора уже отскакивать и ликвидировать шартистов так что вот такой вот расклад ребят напишите что вы думаете какие ваши ожидания в каких вы позициях торгуете вы на каких биржах все ссылки на лучшие биржи найдете в описании если вы испытываете проблемы с бинансом в связи с ограничением пользователей за рф то набайбит кукоин и фемикс таких проблем нету поскольку они не под юрисдикции евросоюза так что можете смело регистрировать аккаунты там рабочие обменники замечательные совершенно шахта криптоэксчендж и фастчендж на шахте можно также менять кто из узбекистана на карты хумо и узкарт вот все полезные сервисы по индикаторам и метрикам trdr на котором я показываю вот эти вот графики и прочие прочие там же но у меня на этом все торгуйте осторожно с риск-менеджментом не дайте себя дурачить я лично жду ложный пробой очень сильный отскок но посмотрим как она будет на самом деле спасибо что посмотрели этот выпуск обязательно поставьте лайк напишите комментарий и подписывайтесь к нам на канал жмите на колокольчик чтобы не пропускать следующие видосы это был грине всем профит роли и хорошего настроения и до следующей встречи пока а Субтитры сделал DimaTorzok